Программа содержит материалы о Второй мировой войне, не рекомендованные некоторым категориям зрителей. Март 45-го года. Последние дни нацистской Германии. Мир рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера рушится на его глазах. Он отдаёт загадочный приказ разрушить 400-летний замок до того, как его захватят союзники. Что он прятал? Многое из того, что здесь творилось, хотели оставить в тайне. Чем занимался Генрих Гиммлер за стенами замка Вивельсбург? О замке всё ещё ходят странные слухи. Весь мир падёт на колени перед Третьим рейхом! Истории о чёрной магии, супероружии, странных культах и необычных ритуалах. Как раз в нашем вкусе. Мы — искатели истины, таящейся за самыми странными страницами истории. Тайны Второй мировой войны. Я историк. Я ищу ответы в хрониках прошлого. Что это? Это девять божьих заповедей. Я исследователь. Ищу реальное в том, что кажется невозможным. Иду туда, куда меня ведёт интуиция. Если бы в аду устроили распродажу, вот как это могло выглядеть. Никогда такого не видел. Вас ждёт кое-что очень странное. Мы раскроем секреты загадочной цитадели Генриха Гиммлера. Нацистские тайны Второй мировой. Загадочный замок Гиммлера. Загадочный замок Гиммлера. Загадочный замок Гиммстов и роботов-штурмовиков. И вот что самое странное. Этот замок принадлежал Генриху Гиммлеру, возглавлявшему СС. Когда мы прошли игру, он был очень разочарован. Этот американец. Он всё испортил. Что самое интересное, у Генриха Гиммлера действительно был свой замок. Но чем он там занимался? Где лежат истоки всех этих странных историй? Мы с Сэмом должны узнать. Замок Вивельсбург, Германия. Что известно об этом замке? 2 апреля 1945 года Его захватили американцы. Им говорили, что здесь базируются солдаты СС. Но добравшись до замка, американцы увидели дымящиеся руины. И что они нашли? Это самое странное. Они обнаружили круглый зал и увидели в центре на полу символ чёрное солнце. А под ним углубление, где должен был гореть вечный огонь. Судя по всему, здешние обитатели проводили какие-то ритуалы. Маркус Мурс, научный сотрудник музея Вивельсбурга. Что случилось в 45-м году? Страстную пятницу 30 марта 45-го года Гиммлер приказал офицеру войск СС Хайнсу Махеру отправиться в Вивельсбург и взорвать замок. Махер знал, зачем? Нет, он раньше и не слышал о Вивельсбурге. А Гиммлер не любил о нём распространяться? Он не сказал, почему его нужно взорвать? Верно. Махер взял с собой всего 10 противотанковых мин, в каждой было по 5 килограммов динамита. Гиммлер сказал ему только одно — нужно заложить мины под башней. Но в Вивельсбурге их три. Мощности мин хватило на то, чтобы взорвать башни? Нет, не хватило. Основной ущерб нанёс пожар, разгоревшийся после. Гиммлеру не удалось разрушить Вивельсбург. Но что именно он пытался скрыть от союзников? В марте 45-го Гиммлер понимал, что его дни сочтены. Он был рейхсфюрером СС, создателем плана окончательного решения еврейского вопроса, настоящим нацистом. Гиммлер, ответственный за Холокост, в течение нескольких лет систематически уничтожал миллионы невинных людей. Тысячелетний рейх Гитлера был близок к краху. Американские войска надвигались с запада, советские с востока. Если Гиммлер не сумеет сбежать, его отправят на виселицу. Однако больше всего Гиммлера заботило уничтожение замка Вивельсбург до того, как к нему подберутся американцы. Мы должны разобраться. Кирстен Йонштуке, директор музея Вивельсбурга. Удивительное место. Это зал обер-группенфюреров, руководителей СС. Кирстен рассказала нам, что в 1933 году, после того, как нацисты пришли к власти, Гиммлер заполучил замок в свое распоряжение и немедленно начал реконструкцию. Одним из новых украшений Северной башни стал символ, который и обнаружили американцы в 1945 году. Черное солнце. По слухам, американские войска нашли кое-что еще. Сотни наградных колец «Мертвая голова». Наградные кольца. Да, особые кольца из серебра. У каждого руководителя СС, обер-группенфюрера, было такое кольцо. Есть какие-то исторические свидетельства, связывающие Гиммлера с кольцами «Мертвая голова»? У нас есть одно письмо, наградной сертификат. Так. Если перевести, это кольцо – символ верности фюреру и готовности умереть ради него. Ясно. Если владелец покинет СС или погибнет, кольцо вернется в замок рейхсфюреру СС. Это был Гиммлер. Кольца посылали назад в Вивельсбург. Верно. Если бы я хотел изучить такое кольцо, где бы я смог его достать? Это сложно. В Германии их не купить. Это запрещено. Похоже, загадок в Вивельсбурге больше, чем ответов. Я покопаюсь в нацистских записях и постараюсь узнать что-то новое. Пока Сэм изучает архивы, я прогуляюсь по Вивельсбургу после заката. Как ни странно, иногда в темноте можно найти больше, чем на свету. Я стою под юго-западной башней, прямо надо мной личные покои Гиммлера. Как видите, здесь располагался огромный сейф, такой большой, что в нем можно стоять. До меня здесь побывало немало людей, похоже, охотников за сокровищами. Смотрите, в стене позади меня сделали отверстие. Тот, кто его просверлил, думал, что там тайник. Союзники захватили замок и открыли сейф. Внутри они нашли корреспонденцию СС, и если верить слухам, кольца – мертвая голова. Есть ли что-нибудь из этого в игре, в которую я раньше играл? Вольфенштейн. Точно, смотрите. Черное солнце. Посмотрим, что можно найти в интернете. Комикс, в котором мужчина, говорящий на странном языке, превращает черное солнце в волшебный портал, в другое измерение. И разбившийся НЛО, из которого нацисты сделали секретный истребитель. А это что? После войны нацисты сбежали с Земли на космических кораблях и построили базу на обратной стороне Луны. Возможно, кольцо – это все, что осталось от нацистской мечты, которая теперь живет в нашем воображении. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Чтобы разобраться в этой мечте, мы должны изучить кольцо. Незадолго до начала Второй мировой войны, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер планировал что-то масштабное в замке Вивельсбург. Но что именно? Пока что нашей единственной зацепкой были кольца, которые Гиммлер раздавал своим командирам. По слухам, когда война окончилась, американские солдаты нашли сотни таких колец в Вивельсбурге. Тюрьма Литтлдин, Глостер, Великобритания В Германии коллекционировать нацистские кольца запрещено. Но я нашел одно в Британии. В местечке под названием Тюрьма Литтлдин. Если бы в аду устроили распродажу, вот как это могло выглядеть. Я еще никогда не видел музея с такими странными экспонатами. Капюшон и куклы Ксклана, секс-игрушки викторианской эпохи, прочая атрибутика, популярные личности, кинозлодеи. Где-то среди всего этого лежит наградное кольцо нацистов. Мне нужно его найти. Энди Джонс, владелец музея тюрьмы Литтлдин. Значит, вот оно. Да, это очень редкая вещица. Кольцо принадлежало Максимилиану фон Херфу. А кто он такой? Максимилиан фон Херф был одним из помощников Гиммлера. Британские военные арестовали фон Херфа и конфисковали это кольцо. Как видите, здесь стоит имя фон Херфа и подпись Гиммлера. По всему кольцу вырезаны разнообразные руны. Можно одолжить? Нет. Понимаю, это кольцо очень ценное, но вот что я могу предложить. Я узнаю, что значат все эти символы. Если сможете рассказать о кольце что-то новое, я вам его доверю. Спасибо. Вот и все. Кольцо у меня. Я хочу узнать, что значат эти руны. Что именно написано на кольце. Я отнесу его эксперту, и если получится, мы разгадаем его тайну. Берлин Пока Арджи пытается разгадать загадку колец СС, я пытаюсь раскрыть секреты разума самого Генриха Гиммлера. Федеральный архив Германии В 1923-м Гиммлеру было 23 года. Он работал на низкооплачиваемой должности в Мюнхене. Но в тот же год Гиммлер вступил в новую политическую партию национал-социалистов. Вскоре он занял руководящую должность. В 1925-м году он примкнул к новому военизированному формированию личной охране лидера партии Адольфа Гитлера. Официальное название – отряд охраны. Шутс-Штафель. Позже название сокращали ДСС. Гиммлер сказал Гитлеру, что хочет превратить СС из телохранителей в расово-чистую военную элиту. Гитлер назначил его рейхсфюрером СС. Мы празднуем возрождение немецкого народа. Появление нового содружества людей, которое распространится по всему миру. В 1933-м году Гитлер был назначен рейхсканцлером, и Генрих Гиммлер стал одним из самых могущественных людей в Германии. Но чем именно занимался Гиммлер за стенами Вивельсбурга? Я изучаю его личные документы, пытаясь найти зацепки. Но пока что я увидел еще больше загадок. Что это? Слева список на немецком языке, а справа... Что это? Это руны. Маттиас Мейзнер, архивариус Федерального архива Германии. Что-то вроде... Бог? Здесь везде написано... Бог, Бог, Бог. Да. Значит, что-то связанное с древней религией. Написано на загадочном языке. Да. Это девять божьих заповедей. Здесь инициалы Генриха Гиммлера. Его подпись ни с чем не спутаешь. Кто написал ему это письмо? Карл Мария Виллигут. Один из лидеров СС. Еще одно письмо с символикой СС. Это письмо от Виллигута под псевдонимом Вайстер. Пишет, что он получил кольцо «Мертвая голова». Это очень интересно. Мы видели такие кольца в Вивельсбурге. Гиммлер наградил одним из этих колец Виллигута. Нужно будет узнать о нем поподробнее. Нотенгемский университет. Доктор Мартин Финдл, рунолог. Что это такое? Руны на этом кольце основаны на скандинавских рунах эпохи викингов. Они использовались для письменности с 700 по 1050 годы. Но в конце 19-го, начале 20-го века оккультисты стали интерпретировать их как волшебные символы или символы древних сил. Очень большое влияние на такую трансформацию оказал Гвидо фон Лист. Он утверждал, что руны — это волшебные символы, заключавшие в себе эзотерические знания древних арийцев. Существовали ли арийцы на самом деле? Современные историки сомневаются. Однако в начале 20-го века Гвидо фон Лист и многие другие верили, что арийцы были предками древних германских племен. Они поклонялись языческим богам и жили в гармонии с природой. Лист утверждал, что он нашел утерянные арийские учения, читая руны. Он считал, что им было 10 тысяч лет. Лист сотворил собственную лжеисторию или доисторию. А при чем тут кольца? Такие символы часто использовались в нацистской иконографии. Это буква «С». Первая буква в немецком слове «Зиг», что значит «победа». Лист утверждал, что древние арийцы приветствовали друг друга фразой «Заль und Зиг», что значит «слава и победа». Его последователи взяли эту формулу за основу, и приветствием нацистов стало словосочетание «Зиг Хайль». Эти символы специально подбирали. Кто этим занимался? Офицер СС по имени Карл Мария Виллигуд. Сэм, как успехи? Неплохо. Я был в архиве, нашел документ, написанный наполовину на немецком, наполовину рунами. Похоже, его составил некий Карл Виллигуд. Ты тоже вышел на Виллигуда? Да. Кто такой этот Виллигуд? Есть. Этот человек должен знать. Доктор Питер Штауденмайер, историк, университет Маркетта. Питер Кемпбелл Карл Виллигуд. Карл Мария Виллигуд вступил в нацистскую партию в 1933 году. В тот же год они пришли к власти. Он называл себя потомком древней династии тайных королей, которая уходила корнями к германским племенам на тысячи лет назад. Утверждал, что предки передали ему древние арийские знания. Обращаясь к немцам, он говорил, что все они были непосредственными потомками великой арийской расы, храброго, мужественного народа, жившего в лесах, в гармонии с природой. Виллигуд заявлял, что эта древняя мудрость позволит немцам обрести величие их арийских предков. Нацисты уверяли, что арийское наследие немцев поможет им покорить неполноценных, по их мнению, например, русских, и победить всех врагов, включая коммунистов и евреев. Звучит безумно. Но тогда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне. В 20-е и 30-е годы страну раздирал политический хаос. Германия была на грани экономического краха. Миллионы немцев были униженными, голодными и безработными. Многие из них поверили в российские мифологические байки Виллигута и других оккультистов. Те твердили, что когда-то немцы были великими, и они смогут обрести былое величие. Одним из больших поклонников Виллигута был Генрих Гиммлер. Некоторые из поздних почитателей Виллигута называли его Распутиным Гиммлера. Значит, вдохновителем всего, что происходило в Вивельсбурге, был человек, утверждавший, что его ДНК была окном в душе древних арийских королей. Это уже странно. Но что именно делали нацисты за стенами Вивельсбурга? И где еще они предавались своим российским фантазиям? Что мы можем узнать в таких местах? В 30-х годах безумный офицер СС по имени Карл Мария Виллигут занимался созданием колец «Мертвая голова». Говорят, их нашли в замке Вивельсбург. Виллигут скармливал Генриху Гиммлеру мистические небылицы о волшебных рунах и потомках древних северных королей. И Гиммлер в них верил. Доказывает ли это, что Вивельсбург был центром странного нацистского культа? Мы считаем, что следующую зацепку можно найти здесь. Это эксорские камни, расположенные в 40 километрах от Вивельсбурга. При виде этих скал, сотворенных природой, даже нам показалось, что их высекли сами боги. Как видите, это огромные камни. Сложно сказать, какая часть из них естественные геологические формирования, а что было создано уже людьми. Здесь имеется лестница, которую высекли много лет назад. Я попытаюсь подняться к тому изысканному железному мостику наверху. В этой пещере повсюду видны следы жизни. Смотрите. Похоже, здесь готовили еду. Возможно, жгли костер. Может, набирали воду и купались. Тут какое-то странное существо, похожее на гоблина. Оно у двери. Может, с его помощью отгоняли злых духов. Чем бы ни были эксорские камни, они определенно древние. Лица, формы и диаграммы здесь повсюду. Археологические находки на каждом шагу. Неудивительно, что Гиммлер был так увлечен этим местом и хотел использовать его для продвижения своих идей. Гиммлер говорил, если вы немец, приезжайте к эксорским камням, чтобы воссоединиться со своим арийским прошлым. Это праздник зимнего солнцестояния. У эксорских камней разожгли большой костер и наверху видны огненные кольца. Вокруг было очень жарко. Ута Халли, археолог, Бременский университет. Есть доказательства того, что здесь бывал сам Гиммлер? Да, Гиммлер был здесь в сентябре 1934 года. Его сопровождало несколько членов СС. Он выглядит очень воодушевленным. Почему он так интересовался этим местом? Оно играло на руку его идеологии. Памятник истории, который можно увидеть своими глазами. Гиммлер приказал нацистским археологам найти доказательства того, что эксорские камни были древнегерманским историческим памятником дохристианской эпохи. Но археолог Уте Халли подтвердила, что это не так. Археологи Гиммлера все знали и попросту солгали. Значит, нацисты не нашли того, что искали, но они так хотели превратить это место в древнегерманский парк развлечений, что решили игнорировать историю. Да, они пренебрегли археологическими находками и даже повесили на входе табличку «Уважайте святыню своих предков». Вот и сам Гиммлер. У нас есть доказательства того, что он там бывал. Да. Самое интересное – это фотография празднования зимнего солнцестояния. Сотни солдат СС и огромный костер. Нацистский фестиваль. Эксорские камни были поддельной арийской святыней Гиммлера. Жалкой попыткой доказать безумные теории Карла Марии Виллигута. Происходящее на фотографиях напоминает летний лагерь в аду. Но это не объясняет всего, что мы видим в интернете. Нам нужно найти связь между тем, чем занимался Гиммлер, и фантазиями, на которые он вдохновил наших современников. Какой тут густой туман. Что это за место? Никогда такого не видел. Это Тинг-Штете. Тинг-Штете. Тинг-Штете – наша следующая остановка, где мы попытаемся узнать, что творил Генрих Гиммлер за стенами замка Вивельсбург. А также откроем истинное значение загадочного символа под названием «Черное солнце». Человек, с которым мы познакомимся, должен будет пролить свет на загадку. Если мы сможем его найти. Там ступени. Конца не видно. Где он? Вроде бы он. Точно. Доктор Джулиан Штрубе, историк-религиовед, Гейдельбергский университет. Где мы находимся? Зачем мы сюда пришли? Это одно из немногих мест, построенных в 30-х годах под эгидой так называемого германского движения Тинг. В Древней Германии Тингом называли правительственные собрания, на которых разрешались споры и выносились политические решения. Нацисты планировали строить такие Тинг-Штеты по всей Германии, в местах, имевших историческую важность. Гейдельберг – одно из немногих мест, где действительно построили Тинг-Штетте. Здесь хотели снова проводить такие собрания, в основном в целях пропаганды. Это снимки 30-х годов. Смотрите. Мы прямо здесь. Какие масштабы. Да, собрание довольно зрелищное. Долго все это продолжалось? Недолго. До 38-го года. Проект Тинг-Штетте был закрыт Йозефом Геббельсом, печально известным министром пропаганды Гитлера. В отличие от Гиммлера, Геббельс не ностальгировал по древнегерманскому прошлому. 21 августа 35-го года он писал, и это только один из многих примеров. Розенбергу, Гиммлеру и Дорре пора прекратить заниматься оккультной чушью. Самым важным было мнение самого Гитлера. Фюрер поддержал антиоккультную кампанию Геббельса на все 100%. Как и многие другие члены СС. Германия готовилась к войне. Мифологические притворства Гиммлера изжили себя. Чокнутый гуру Карл-Мария Виллигуд слышавший голоса древних арейских королей должен был уйти со сцены. В 38-м году недоброжелатели Виллигуда узнали, что он действительно был сумасшедшим, и следующие три года Виллигуд провел в психбольнице. Распутина Гиммлера уволили. У меня остался вот этот документ. Группенфюрер СС Вольф пишет, что Вайстеру, это псевдоним Виллигута, пришлось оставить СС из-за возраста и проблем со здоровьем. Вы в это верите? Нет, нисколько. Именно он выдумал рунический символизм и все прочее. Многим членам СС это крайне не нравилось. Гиммлер не мог противоречить фюреру. В 39-м году Гиммлер публично отстранился от Виллигута. Но при этом он продолжал платить за его жилье, чтобы стареющему заядлому курильщику и алкоголику, который когда-то был его духовным наставником, было где жить. Но что, если эта парочка занималась чем-то тайным за стенами замка Вивельсбург? Меня эта тема привлекла из-за безумных историй о нацистах. Настоящая мифология. Я играл в видеоигры, где нужно было сражаться с нацистскими культами, слышал байки про НЛО в стиле «Зона 51». Но, несмотря на все наши поиски, мы не нашли ничего, что можно было связать с этой мифологией. Кто распространял все эти сказки? Это дело рук группы Вильгельма Ландига. Он был бывшим членом СС низкого ранга. В группе состоял он и его друзья. По словам Джулиана, начало оккультным фантазиям положило имя на поражение нацистской Германии. После войны несколько немцев с очень богатым воображением отказались признавать, что непобедимую арийскую расу уничтожили неполноценные народы американцы, британцы и, что самое ужасное, русские. Группа систематически распространяла свои мифы с 50-х годов, особенно в 70-х и 80-х. Похоже, они воевали в своем воображении. Они надеялись, что выжившие войска СС или даже инопланетные пришельцы в будущем вмешаются и спасут немецкую нацию, арийцев. Нас интересует символ на полу в Вивельсбурге. Что он означает? На самом деле, черным солнцем его назвали неонацисты 90-х годов. Это все меняет. Чтобы раскрыть тайну нацистского прошлого в Вивельсбурге, нам придется обратиться к тем, кто живет этим прошлым в наши дни. К темной стороне современной Германии. Путь к истине о замке Вивельсбург неожиданно повел нас в правую сторону. В ультраправую сторону. Мы узнали, что знаменитое черное солнце Вивельсбурга получило свое название уже после войны, когда неонацисты сделали его символом своего движения. Если мы узнаем, что оно значит для них, может, это расскажет нам что-то новое о Вивельсбурге. Мы приехали в Берлин, чтобы познакомиться с человеком, помогающим бывшим ультраправым экстремистам вернуться к нормальной жизни. Ян Бушбам, основатель сети предупреждения насилия. Мы спросим, почему неонацисты поклоняются черному солнцу. Вот, смотрите. Откуда это? Принадлежало бывшему неонацисту. Ясно. Это декоративное украшение. Скорее всего, висело на стене. Применяется этот символ не просто так. Его используют очень осторожно. Вот что здесь написано. Свободу не дают, свободу берут. Зловещая фраза. Да, зловещая. Так они и используют этот символ. Пишут вокруг него такие жуткие фразы. По словам Яна, неонацисты не знают, что значило черное солнце для Гиммлера. Они переняли символ из практических соображений. В современной Германии, если вы покажетесь на публике со свастикой, вас арестуют. Однако, демонстрировать черное солнце не преступление. Неонацисты сделали его законным символом славного прошлого, времен, когда Генрих, Гиммлер и СС были на высоте. Как думаете, загадка, окружающая этот символ, придает ему особую силу? Конечно. Мы не знаем, что он означает, и потому придумываем свои значения. Именно так. Есть только слухи, а слухи всегда дразнят воображение. Именно с этим мы и сталкиваемся. Мы окончательно сбились с пути. В нашем распоряжении слухи, кольца, руны и российские ритуалы. Но ничто из этого не позволит нам узнать, чем же занимался Генрих Гиммлер за стенами Вивельсбурга. У нас появилась еще одна зацепка. Ян рассказал нам о недавнем исследовании, связанном с истинным значением черного солнца. Мне нужно только найти его. Есть. Вот оно. Докторская диссертация на тему значения нацистских символов в современном мире. Ее написал шведский эксперт по нацизму в сегодняшней популярной культуре. Мы нашли ее, и она согласилась встретиться с нами в Вивельсбурге. Возможно, она расскажет, что было здесь на самом деле. Ева Кингсеп, исследователь СМИ, университет Карлстада. Вивельсбург должен был стать духовным центром, откуда СС будет управлять германским миром. Звучит масштабно. Они считали, что немецкий народ был самым великим, и ему было суждено покорить весь мир. То есть, здесь будет находиться центр мира. А его духовным лидером станет Генрих Гиммлер. Он был одержим средневековыми легендами о рыцарях короля Артура и поисках святого Грааля. В своем вивельсбургском камелоте он собрал настоящий мозговой трест из интеллектуалов СС. Гиммлер поручил им представить его будущее королевство. Здесь работали исследователи. Они изучали историю древних германцев, археологию, значение символов. Гиммлер устроил в Вивельсбурге что-то вроде духовного научно-исследовательского центра. Его замок Грааль придумать тут могли что угодно. Значит, замок воображения. И нам незачем представлять, каким был воображаемый мир Гиммлера. Мы можем увидеть, во что он хотел превратить Вивельсбург. Так, значит, это картина 1939 года. Это один из двух эскизов, заказанных Гиммлером. Здесь изображен Вивельсбург и его вооруженные охранники, члены СС. Они защищают источник духовной чистоты или чего-то подобного. А здесь солдаты-поселенцы. Можно сказать, на эскизе изображено все, что будет здесь после победы нацистов в войне. Картина будущего. Да, их видение будущего. во время войны были начертаны строительные планы того, что некоторые называли университетом СС. Планы очень масштабные. Как видите, они собирались уничтожить всю деревню и превратить ее в огромный комплекс. Этот крохотный треугольник и есть замок. Да, верно. Вот что мы искали. Безумный план Гиммлера, намеревавшегося превратить Вевельсбург в арийскую духовную Мекку. Здесь он и его рыцари святого Грааля из числа СС будут читать руны, одаривать друг друга кольцами с черепами и вести потерявшийся немецкий народ к их истинной арийской сущности. А затем Ева ошеломила нас обоих. Я проводила исследования для диссертации и общалась с доктором Франком. Кто это? Доктор Франк был одним из исследователей СС. Вы с ним говорили? Да. С офицером СС, служившим в замке? Да. Это огромный прорыв. Рассказ очевидца о жизни в Вевельсбурге во время войны офицера СС, лично бывавшего здесь. Он писал сценарий к фантазии о Борисском рае Гиммлера. Он сможет рассказать нам, что именно творилось в тайном мире Гиммлера. Ева Кингсип, эксперт по нацистским символам в современной популярной культуре, помогла нам найти чертежи Генриха Гиммлера, планировавшего превратить замок Вевельсбург в нацистскую версию Камелота. И как только мы подумали, что знаем все, Ева ошарашила нас. Оказалось, что она брала интервью у бывшего офицера СС, Бернхарда Франка. Он был одним из нацистских ученых, которым поручили создать в Вевельсбурге нордический рай Гиммлера. Он занимался исследованиями фольклора и в итоге его назначили главой всей исследовательской группы. Значит, у нас есть свидетельство главы исследовательской группы? Да. Поразительно. У меня есть несколько записей, если хотите. Конечно. Мы можем его услышать? С ума сойти. Вот что он говорил о строительных планах. Все эти колоссальные строительные планы были ничем иным, как попыткой избежать службы в армии. Он говорит, что на самом деле все эти планы составлялись с иной целью. Так несознательные немцы пытались уклониться от службы. Значит, они просто делали вид, что заняты. Чем масштабнее планы, тем больше времени они проведут здесь, подальше от мест, где шли все действия. Доктор Франк рассказал Еве, что во время войны основные действия в Вивельсбурге разворачивались за столом. Офицеры СС смеялись над сумасшедшими учениями Карла Марии Виллигута и самим Гиммлером за то, что он им верил. Вы спрашивали насчет черного солнца? Конечно. И он очень сильно разозлился. Сказал, что во времена СС никакого черного солнца и не было. Он был решительно против всех идей, связанных с оккультизмом в Вивельсбурге и черным солнцем. Говорил, зачем этот символ? Он сказал, что это просто красивый германский символ солнца. И ничего более, и ничего более. значит, даже сами ученые Гиммлера считали его вивельсбургские планы смехотворными. Но при этом они оставались ничуть не менее зловещими. Если бы Германия победила, Вивельсбург мог бы стать центром нацистской псевдорелигии, основанной на безумии и лжи и проповедующей ненависть. Полная противоположность тому, что запечатлели художники Гиммлера на картинах арийского рая. Но Германия не победила. В 43-м году нацисты терпели поражение за поражением. Гитлер бросил все силы на оборону. Он приказал заморозить второстепенные строительные проекты. Проект арийской реконструкции Вивельсбурга был окончен. Ева говорит, что скорее всего сам Гиммлер даже не успел увидеть Вивельсбургское черное солнце. В ходе войны ему пришлось заниматься другими проектами. До тех пор, пока союзники не заставили его очнуться. В Лунебурге лежит тело самого ненавистного человека в Европе Генриха Гиммлера, начальника тайной нацистской полиции и чудовищ СС. 23 мая 45-го года, через шесть недель после взятия Вивельсбурга американцами, Генрих Гиммлер попал в плен к британцам и покончил с собой, избежав суда и казни за все свои страшные военные преступления. Я разрушу все, что встанет на моем пути. Но в каком-то смысле Генрих Гиммлер так и не умер. Он живет в наших оккультных фантазиях. И в них он обрел могущество, о котором не мог даже и мечтать. Безумец Карл Мария Виллигуд также обрел бессмертие на страницах комиксов. А что насчет нацистов, сбежавших на обратную сторону Луны? Если верить Голливуду, они нападут на Землю. И космические корабли у них просто роскошные. Но в ближайшее время их лучше не ждать. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Борис Хасанов. Продолжение следует...